Водолей, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на январь месяц. Первая карта для вас, мои дорогие, башня. Карта разрушения. Карта какие-то, знаете, может, если какие-то в вашей жизни перемены идут, что вы, знаете, может, разрушились в каких-то отношениях, может, вы ушли от какой-то работы. Здесь, знаете, может даже касаться вами то, что вы сами должны какие-то ваши привычки, какие-то ваши стереотипы, какие-то именно, знаете, у вас даже, может быть, сами вы это должны делать для того, чтобы у вас какие-то перемены в лучшие стороны происходились. Давайте посмотрим, чего касается эта башня, какие перемены, какие здесь разрушения у вас идут. Карта императора. Вот смотрите, здесь, если касается женщины, может, у вас какие-то отношения разрушились с мужчиной. Если для вас, мои дорогие мужчины, вот в начале января вам нужно относиться более, знаете, более строгий, более контролировать ваши мысли, ваши идеи, ваши вообще действия, которые вы делаете. Здесь именно в начале нужно, знаете, четко, понятно осознать, что вы хотите в вашей жизни. Давайте посмотрим, мои дорогие, следующая карта для вас на начале месяца. Это карта десятка мечей. Здесь может касаться тема то, что для женщины это разрушение каких-то отношений. Здесь может быть, как касается ваш муж, как стабильные отношения длительные, когда у вас могут даже есть дети. Здесь вот то, что может быть разрушение, то, что вы не ожидали, что человек вас предал. Здесь может, вот будьте аккуратны в январе месяце, то, что здесь может быть то, что человек сделает так, когда вы вообще в тот момент не ожидали. Будьте аккуратны, вот в начале месяца. Давайте посмотрим, следующая карта на середине месяца для вас. Карта императрица. Знаете, здесь то, что вы посеяли для вас, мои дорогие, женщины, мужчины, то и вы пожмете. Но здесь я хочу сказать, что более точная информация идет для семейной пары. Здесь то, что у вас какие-то вот разрушения. Кто предал из вас, здесь может вот или женщина, или мужчина, вы сами должны это понимать. Но то, что разрушается это у вас, это однозначно. Давайте посмотрим, следующая карта. Это карта король жезлов. А почему разрушаются вот эти отношения? Потому что здесь, может быть, есть третий человек. Здесь, может быть, еще для мужчины, если вы понимаете, что у вашей женщины есть какой-то третий человек, есть какой-то другой мужчина, вы здесь должны благородно понимать, что даже если в вашей жизни эта башня разрушается, эти страдания, это то, что вы теряли, то, что вы понимаете, что у вас состояние, то, что вы не чувствуете себя хорошо, то, что у вас эти перемены, вы должны четко, благородно осознать, что это может быть, должно, может быть, это вы должны были пройти в вашей жизни. Давайте посмотрим, следующая карта, вот на середине месяца, туз мечей. Вот именно для вас, мужчины и женщины, четко осознать, если вы хотите быть с человеком. Если вы хотите остаться дальше, продолжать отношения после предательства. Это все только от вас зависит. То, что вам высшие силы дает вот это возможность, чтобы вы сами были хозяином вашей жизни именно в январь месяца, это однозначно, вы сами должны это понимать. Давайте посмотрим, следующая карта на конец месяца, мои дорогие. Это рыцарь кубков. Даже то, что эти перемены в вашей жизни происходят, вы должны плыть по течению. Вы должны наполняться, вы должны, может, какие-то праздники, поехать куда-то отдохнуть, может быть то, что, может, куда-то с кем-то вот общаться, чтобы вы наполнили себя энергией. Почему? Потому что здесь может быть то, что из-за этой предательства у вас как бы уходит силы. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие, на конец месяца. Двойка жезлов. А почему здесь нужно вот четко осознать? Здесь нужно обрубить вот эти привязки, которые у вас есть. Потому что здесь может быть любовная привязка. Здесь, что касается мужчины, что касается женщин, здесь очень есть очень сильное притяжение друг к другу. Здесь очень большая привязка, когда вы не можете отпускать человека. Давайте посмотрим, что вам высшие силы советуют в данной ситуации, что касается девятка Пентакли. Начинать менять себя. Не сидеть там плакать в депрессии, разрушать себя, а вот просто брать вот именно то стремление, что вы хотите поменять. Вы хотите вот что-то начать новое в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там будет больше расклада финансов.